Татьяна Ларионова находилась долгое время в розыске и только в декабре 17-го была арестована. Ранее, в 2014 году, ее знакомый Ситников был осужден за аналогичные преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы. Подсудимая совместно с Ситником, в отношении которого приговор обвинительный был вынесен Центральным районным судом 4 года назад, не выполнили взятые на себя обязательства по строительству домов, которые имели признаки многоквартирности. От их действий пострадало 56 человек. Это как жители города Сочи, так и жители других регионов. Земельные участки расположены в Центральном районе Сочи, на улице Патечная и на Лысой горе. У застройщиков не было разрешения на строительство многоквартирных домов, целевое назначение участков не было изменено, соответственно и не было никакой государственной экспертизы, разрешающей возведение строений. А тем временем в интернете размещалась реклама и квартирами в будущих новостройках активно торговали. Пострадало 56 человек. Люди, причем из разных городов России, вложили от 530 тысяч до 5 миллионов рублей каждый. И никто из них не получил квартир. Моя доверительница также продала квартиру и на эти деньги, все эти деньги вырученные, она вложила в это строительство. Причем сделки заключались с участием риэлторов. И якобы все проверялось. Мошенниками было присвоено 78 миллионов рублей. Вернуть их полностью не получилось. Земельные участки находятся под арестом. Незаконное строительство пошло под снос. А сегодня оглашение приговора. Он пока не вступил в законную силу. У Ларионовой есть право в течение 10 суток его обжаловать. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Ларионовой Татьяне Николаевне окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обманутые покупатели довольны результатом. Их следующий этап – борьба за свои сбережения. Гражданские иски по взысканию материального ущерба будут рассматриваться отдельно. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.